приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам историю о том как себя чувствуют новички в игре мир танков 2024 году я думаю что это будет актуально и в 2025 для того чтобы делать гайды и обзоры более объективными я время от времени создаю новый аккаунт благо игра бесплатная и сложности в этом никакой нет и смотрю как там себя чувствуют новички и вот в последний раз буквально недавно очередной раз создал такой аккаунт и посмотрел что там да как у новичков я был приятно удивлен и вот в этом видео расскажу вам все подробности все прошлые разы особо ничего интересного не было сколько я создавал аккаунты особо каких-то там грандиозных наград или приятностей для того чтобы быстро там развить аккаунт для новичков не было но сейчас судя по наградам плюшкам и различным там акциям для новичков самое время в плане создания аккаунта поскольку сейчас лучшее время и лучше чем сейчас я наград для новичков не видел никогда но есть и минусы не все так радужно и прекрасно потихоньку начнем с того что при создании аккаунта можно применить invite код он рабочий только для новых аккаунтов которые только создаются также помимо инвайт кода который можно в поиске легко найти написал просто инвайт коды на сайте мир танков есть специальная страница где все кодики в ряд написаны и написано что в них можно получить основная награда там 7 дней прямо остальное там по мелочи всякая билиберда не особо интересная но эти семь дней прямо нам лишними не будут немножко там кажется золото серебра и мелкий прям танчик но в целом по мелочи пойдет но не сильно нам это в принципе надо я вот создавал аккаунт без него и все равно плюшек навалом но лишним не будет новички конечно вряд ли будут знать что вообще в игре существует инвайт коды если они просто увидели игру и захотели в нее попробовать в основном только если друзья позвали можно узнать об этом инвайт коде или в каком-нибудь видосе допустим вот как в этом тоже есть еще помимо инвайт кодов бонус коды тоже там целая страница для них отдельная на сайте есть их тоже в поиске легко найти они там дают награды поменьше но их уже можно применять для аккаунтов которые уже созданы даже если они старые помимо этого есть еще сайт приз бокс на нем тоже есть возможность создать новый аккаунт и там тоже есть бонусы для новичков то есть получается мы создаем аккаунт либо через invite код либо через сайт приз бокс что там что там есть награды для новичков но награды на сайте приз бокс для новичков какие-то странные зачем-то x5 для прям танка матильда зачем они нужны именно на тот танк чтобы качнуть экипаж ну и также 7 дней прямо в принципе особо ничего интересного в основном инвайт код или пресс-бокс мы используем для 7 дней прямо и все следующее что нас встречает в игре это сюжетная миссия обучающая и она реально мне понравилось там сделали очень прикольные эффекты разрушения зданий очень атмосфер ненько озвучили хорошо какой-то там сценарий небольшой разыграли в общем прикольно такая миссия мелким каким-то фишкам вариан обучает но в целом нельзя назвать это прям каким-то полноценным обучением просто по минимуму учета показали но как самая первая миссия которая нас вообще встречает дворе это очень достойно после нее погрузившись в эту всю атмосферу вы попадаем в пустой ангар где у нас пару танчиков 3 уровня и по сути больше ничего нет после этого я вам предлагаю если вы новичок обязательно воспользоваться режимом топография возле кнопки в бой нажимаем выбор режима игры выбираем там топографию и по очереди сценарии проходим столько насколько у нас хватит времени сил и терпения они не сложные там просто ботиков по очереди едешь расстреливаешь заодно немножко познакомитесь с картами по ним поездите я не полностью согласен с разъездами которые есть в топографии частично они похожи на хорошие разъезды но местами они будут вас загонять в те места где нельзя находиться но для новичков это лучше чем ничего плюс еще там что самое интересное дают тысячу свободки когда вы один сценарий закроете полностью на одной карте это хорошо вначале пройти какие-нибудь танчики за свободку или вывести в топ это очень нужно это важно поэтому проходим топографию знакомимся понемножку с картами и получаем важную свободку следующее что очень важно для новичков это следующие дни время от времени заходить в игру поскольку каждый раз когда я заходил в игру мне что-то давали в подарок причем это никак нигде не обозначено что вот у меня там типа есть какой-то набор подарков который я буду получать каждый день его визуально не видно нигде каждый следующий раз когда я заходил и было такое ощущение что то ли через день дарят то ли непонятно вот вначале мне дали 2d стиль с днем танкиста потом я зашел мне дали 250 тысяч кредитов что тоже лучше чем ничего потом 100 золота насыпали и вот так вот каждый раз я заходил мне что-то новенькое давали потом в какой-то день я зашел мне дали три танка в аренду на три дня и три дня према танчики низкоуровневые не особо интересные но три дня према пусть будет в какой-то момент мне дали 10 тысяч свободки потом еще универсальное руководство что позволит экипаж прокачать и так вот буквально там неделю или даже больше я заходил и мне каждый день давали все жестче и жестче какие-то награды но это просто дополнение но раньше такого не было когда я прошлый раз и создавал аккаунты все было очень грустно печально тяжело ни на что нигде не хватало ничем никак экипаж там особо не прокачаешь танки качаются тяжело а сейчас помимо вот этих ежедневных плюшек и стартовых сыновой этого года у нас еще и есть академия 32 задачи каждая из которых сама по себе дают награду хорошую так еще и на определенных этапах дает вам жесткие бонусы вот если вы пройдете в танковой академии 10 задач вы получите просветленку один день прямо 500 золота на двадцатом этапе академии пройдя 20 заданий вы получите жетон благодаря которому вы можете выбрать в любой ветке танк 6 уровня и начать ветку качать с него за 30 заданий в академии можно получить 14 дней прямо и в конце за 32 задания прям когда вы всю академию пройдете вы получите три танка 8 уровня на 14 дней в аренду причем танки неплохие cs52 лис советская двухстволка а также тс-5 и за 14 дней с прям аккаунтом на прям танки можно неплохо так пофармить при том что там еще в различных акциях и заданиях можно получить резервы на серебро также там еще и за каждую задачу очень много дают народ прям нереально много в этой танковой академии очень много дают серебра свободки оборудование золото помимо того что за каждую задачу дают там она еще разделено на лавы за которые тоже дают награды также еще дают демонтажные наборы слоты ангара и одно из самых интересных это задачи на x5 опыта на 18 задачи дают 6 штук на 26 дают 15 на 30 задачи дают 20 x5 также там в конце дают очень много серебра там по 500 тысяч по полтора миллиона по 800 тысяч на рады очень жесткие очень дорого богато все и для начала этого предостаточно прям на первый месяц вам хватит на абсолютно на все такого не было раньше вообще то есть в плане наград в плане вот этой танковой академии все очень прям хорошо также это танковая академия в своих задачах она обучает некоторым вещам в игре чтобы освоились и там даже есть маленькие видосики которые показывают где чего нажать то есть это не просто куча наград это еще и обучение то есть в этом плане это реально прям хорошо первая миссия очень атмосферная сюжетная прикольная это же чуть-чуть там чему-то обучает потом у нас танковая академия которая просто заваливает наградами это же обучает в этом плане все очень хорошо также еще можно не забывать заходить в табель календарь где тоже маленькие наградки каждый день есть также еще две проблемы которые встречаются у новичков это первое настройки игры игре уже много-много лет а по-прежнему настройки начальные стартовые которые есть они очень отвратительные ужасные много функций необходимых которые нужны прям они попросту выключены а некоторые включены которые мешают настройки игры можно посмотреть мои в группе вконтакте есть специальная тема с настройками а также в телеграме в закрепе тоже есть скриншоты моих настроек и также что еще новичков встречает это первые бои с ботами где один новичок и все остальное боты этим бои максимально придуражливые они быстро надоедают лично мне поскольку крутящихся на месте ботов расстреливать не особо интересно может быть людям которые прям вообще не знакомы с игрой они как-то помогут хоть по чуть-чуть как-то влиться но чет честно говоря как-то сомнительно и следующее это то что на низких уровнях мало игроков особенно если заходить не в прайм-тайм ночью или утром там вообще в бои тяжело попасть и бои будут собираться неполноценные не 15 на 15 и это прискорбно поиграл на аккаунте на этом новом две недели у меня получилось 9 миллионов серебра 3000 золота 1800 бон в одной ветке выкачана девятка и не хватает 100 тысяч опыта до десятки во второй ветке которую я качаю я выкачал восьмерку и до девятки не хватает 100 тысяч опыта что там что там по 100 тысяч также в этих двух ветках я выкачал по два с половиной перка у экипажа поставил за серебро оборудование которое на высоких лавалах стоит немало и у меня еще 32 дня прямо то есть по сути можно 32 дня еще качать и качать все эти танчики всякие сбивая каждый день пять раз x3 поскольку прям аккаунт дает такую возможность это очень сильно ускоряет прокачку также у меня еще там дней 5 осталось прям танков в аренду восьмого уровня можно на них еще пофармить серебра также у нас еще активируется там примерно на сотом бою когда примерно 100 боев на аккаунте сыраете на неделю включается пробный период платной подписки в которой можно пофармить дополнительно золото немножко серебра каждый бой подкачать чуть-чуть экипажик но там за неделю особо ничего не прокачается ну да ладно прям танк 9 уровня я не катал на новом аккаунте поскольку он не нравится и он очень слабый хотя некоторым игрокам нравится что он танкует но танкует он если ему не стрелять в лючки а так в целом на мой лично вкус танк слабый у него огромные проблемы с орудием но в любом случае платная подписка дает нам возможность пофармить золото там есть сейф золотом но когда пробный период через неделю заканчиваться в принципе и ладно я особо не вижу смысла его продлевать да там для новых аккаунтов прикольно что можно оборудование бесплатно переставлять но зачем нам это нужно если в танковой академии дают очень много демонтажных наборов там больше 70 штук вы получите и ближайшие 70 раз переставления оборудований вам ничего не понадобится вы его и так будете бесплатно переставлять благодаря этим бумажкам также еще очень важно участвовать в различных там движуха которые есть в игре допустим я еще параллельно выполнял лбз на аккаунте я накатал 400 боев получился 64 процент побед обычно когда я создавал аккаунты процент побед был 60 в этот раз благодаря видимо дополнительным плюшкам которые на меня навалили процент побед получился больше поскольку было удобнее приятнее и легче проходить прокачку веток можно там на премах покататься которые вам выдали экипаж удобнее качается и в общем удобство создания аккаунта сейчас на голову выше этой статистика показывает ну и в принципе видно что награды просто жесть также помимо этого я выполнял задачи раннего доступа добавили китайскую ветку в раннем доступе там давали наградки какие-то за задачи я их выполнял получил восьмерку и семерку сразу их продал получил дополнительное серебро я думаю что наверное еще будут ветки в раннем доступе у нас так что не забывайте выполнять задачки дополнительные фарм ресурсов всегда не помешает также я выполнял еще лбз за 400 боев я выполнил лбз первый фронт на средние танки все с отличием на танк штук 4 также на птшки я все выполнил 15 заданий с отличием кроме одной там где надо маскировочную сеть поставить у меня ее нет и ставите и не собираюсь так бы я ее с отличием выполнил но не судьба на тяжелые танки я выполнил 8 задач с отличием и девятую задачу я неделю не могу сделать там надо тараном убить врага на тяжелом танке задача мягко говоря чисто на везение нам нужен какой-то шотный без хп соперник который будет близко к нам и мы его еще сможем добить тараном у меня были ситуации когда я тараном почти забирал врага но этого недостаточно чтобы против лбз на мой взгляд она идиотская тем более что на первый танчик здесь скорее подходит вариант нанести там урон тараном просто или там допустим там на пять процентов хп или на 10 я не знаю ну в общем вот эта задача прям уничтожить тараном машину это ну бред это самая сложная задача из всех которые я проходил я на ней застрял на неделю и она просто вот ну выполнится когда повезет я понимаю что задачи на лбз там и так упрощали много лет но мы видим что упрощали упрощали а некоторые задачи все равно вот на первый танчик четвертого уровня все равно попадаются вот такие вот но в любом случае я в этих лбз пофармил очень много ресурсов серые расходников что тоже хорошо не забывайте хотя бы активировать даже если вы не слишком сильно скилловый игрок рано или поздно там задачи когда-нибудь сделаются особенно задачи второй фронт там я их тоже немножко по выполнял в союзе 4 штуки и в альянсе 5 они там больше накопительные просто по чуть-чуть циферки в задачу собираются и там когда-нибудь пройдутся дополнительные ресурсы не помешают также еще был марафон купальская ночь там или что-то типа того в которой можно было получить объект 259 а там было 15 заданий которые нужно было пройти за 2 недели я прошел их там дней за 6 или за 7 и получил 259 а объект 259 а танчик на мой взгляд слабый и не очень приятный по геймплею тем более на новом аккаунте где нету каких-то там оборудований фиолетовых розовых или экипажей 5 перковых каких-нибудь 6 перковых и ресурсов особо нет чтоб на прям танка голдуетом стрелять или еще что-то очень тяжело на нем реализоваться танчик слабый сложный и на новом аккаунте он по сути не нужен но пускай будет все таки это уже первый прям танк 8 уровня который полноценный не в аренду на крайняк можно его в трейд-ин задать да и все то есть по сути вот я создал аккаунт уже там более-менее подкачал две ветки немножко там перки есть ресурсы какие-никакие есть даже получил прям танк 8 уровня за простенький марафон и это я в игре всего побыл на этом аккаунте две недели еще прям дней у меня 32 то есть еще целый месяц я могу гонять на этом аккаунте с кайфом фармить качать и так далее за эти 32 дня я думаю что еще какие-то будут акции фиг акции еще что-то можно будет получить можно будет дождаться каких-нибудь следующих там марафонов или сборочных цехов и так далее также у нас постоянно вот эти боевые пропуски где куча тоже наград всяких в общем в плане наград в плане обеспечения ресурсами новые аккаунты прям жаловаться вообще не наш это прям 10 из 10 вот это танковая академия это вообще пушка но давайте поговорим теперь и о том куда попадает новичок вот это все там наградки все остальное продумано и дорого-богато и прям вообще с душой на халяву всего навалили на меня это все классно но во что я играл во первых на шестом уровне нас встречает замечательная артиллерия которая новичков прям просто поливает с бешеной перезарядкой и в принципе что я могу сказать на низких уровнях неадекватно быстрая перезарядка есть мысли о том что она сделана такой для того чтобы раньше когда был баланс другой и низкие уровни попадали там чуть ли не к десяткам не было вот этого плюс минус 2 там было плюс минус миллион и вы на низком уровне спокойно к десятке попадали на пятерке допустим и чё хотите то и делать сейчас такого нету но перезарядка быстрая осталось можно поискать информацию в интернете о том с какой скоростью танки перезаряжаются я не ручаюсь что она прям достоверно но что нашел то нашел вот допустим т34 для неподготовленного экипажа 13 выстрела в минуту то есть вы понимаете что там перезарядка дай бог 20 секунд если экипаж подготовленный тот до 5 выстрелов в минуту это типа 12 секунд перезарядка ладно в нас игра аркадная не историчная но по геймплею я вот еще даже в 2013 году начинал играть в танки я не понял вообще вот низкоуровневая имплея поначалу первые там сколько-то там боев 200-300 я не задавался вопросом я просто не понимал во что я попал а потом когда начал играть и подниматься выше по уровням и когда уже бои пошли не на сотни на тысячи мне очень сильно не понравились в итоге низкоуровневые бои особенно когда я попробовал поиграть на высоких уровнях поскольку вот эти вот перезарядки в 2 3 4 секунды это просто какая-то чушь вот если у т34 перезарядка до 5 выстрел в минуту у кого один до 6 а у кого два выстрел один раз в три с половиной минуты у нас в игре т34 стреляет с перезарядкой 2 секунды к в один тоже стреляет там с перезарядкой несколько секунд а должно быть секунд на 10 дольше и по геймплею я тоже не понимаю типа вот на низких лавалах вот этот скорострельность как с пулемета на мой взгляд было бы приятнее хотя бы попробовать или протестировать стрельбу на низких лавалах более стабилизированную и приятную но менее скорострельную а то так получается что это какой-то хаос как только куда-то где-то подставился сразу те в каждые две секунды один только соперник тебе прям накидывает прям как со струи какой-то а если их несколько то все тебя просто как с пулемета расстреляли и самое смешное что артиллерия тоже стреляет там с кд секунд 5 6 7 тот же самый левша на пятом уровне вам будет очень часто встречаться и он вас будет прям просто как струей заливать вот это на низких уровнях я вообще не понимаю не исторические такой перезарядки нет я не знаю вообще как там снаряды просто с ведра засыпали ли что не по геймплею вот я не понимаю в чем фишка на мой взгляд это давно надо было переделать еще во времена когда переделывали балансировщик возможно конечно они не хотели нерфить типа прям танки но можно было просто сделать что на низких лавалах уменьшена перезарядка для всех в каких-то там процентах в общем и целом вот этот момент мне очень сильно на низких уровнях раздражает его возможно прям новички не поймут но потом когда они наиграются они начнут подозревать что что-то ну прям не совсем нормально может конечно когда и не должно быть прям там по 15 по 20 секунд но и не по 2 секунды как с пулемета что-то хотя бы среднее вот этот момент мне на низких лавалах вообще прям максимально не нравится не им плей на не атмосферно не исторически не реалистично вообще никак вот не по одному из этих пунктов она не сходится следующее что встречает новичков это балансировщик который в некоторых моментах заставляет напрячься допустим если вы играете утром в эти периоды онлайн намного ниже чем днем или вечером то допустим на восьмом уровне можно 3-4 часа подряд и ради внизу списка то есть танки выше себя уровнем вы будете видеть каждый бой практически не то что там каждый какой-то бой просто каждый бой дай бог вас иногда будет кидать к своим уровнем все так будет на семерках так будет на восьмерках особенно а когда ты на восьмерке играешь внизу списка всегда это жесть как тяжело а еще и танк стоковый вы новичок у вас нету много перка у вас нету ресурсов заряжать full а лду а соперники будут почти все на full галде и не дай бог вы хоть куда-то нос высунете сразу вам напихают голдой в этот нос а вы еще и почти всегда внизу списка если вы соизволите играть вечером все улучшится и вы не будете каждый второй третий бой играть с десятками с десятками вы будете играть намного реже чаще будете играть с восьмерка баланс прямо улучшится в разы то есть первое что казалось бы не нормально это то что балансировщик очень сильно зависит от времени суток также еще очень сильно помогает смена сервера если игра не пошла иногда это просто психологический фактор иногда просто реально другом сервере лучше баланс вот допустим весь новый год я отыграл на восьмом сервере и зимой и вообще предпочитаю играть утром на восьмом серваке это одно из самых приятных место где можно поиграть но проходит допустим там какой-то период времени после зимы у нас весна и весной почему-то перестает утром 8 сервак играться потом мы начинаем играть вечером на шестом сервере там хорошо потом в какой-то период и он ломается или вот еще гениальная мысль многих игроков стримеры играют в баланс который получше и вообще у них аккаунты какие-то там подкрученные но я всегда подходил к этому с другой стороны я пытался узнать а где этот стример играет на каком сервере время когда он играет вот если на стриме онлайн вот сейчас он играет я брал просто этот сервер играл в это время и старался на этом же уровне играть и вы удивитесь что я тоже играл в этот нормальный рандом он существует просто ты попробуй его выцепить на новый год на восьмом сервере утром или летом на шестом сервере вечером это иногда он ломается прям на ходу приходится перекладывать все серваки чтобы найти иногда бывает что просто праздник и всегда везде бои плохие или выходной какой-то то есть игра очень сильно зависит нет скилла не от ваших умений или от вашего имбового танка игра сильно зависит от выбора сервера от выбора времени и дня недели и вообще праздник есть или нет вы можете просто годами играть в плохую игру если будете играть не в то время или наоборот годами играть в хорошую игру и вас вообще вот вы играете в одну и ту же игру но у вас сложится разное впечатление кто-то будет говорить что игра полный шлак кто-то будет говорить что игра норм а все мы находимся в одной игре чудеса помимо этого надо еще выбрать хороший танк если вы будете играть на танке который вас раздражает или он слабый вы будете плохо влиять на бои это уже идем мы в сторону баланса танков что про баланс танков я выбрал две самые сильные ветки в игре которые есть это британские колесные средние танки и китайские тяжелые танки британцы это концепт 5 ветка китайцы в 111 модель 5 ветки классные ветки замечательные у китайцев мне понравились все танки кроме семерки семерка бы мне тоже понравилось если бы я играл сразу на стоковые пушки поскольку топовые за большой альфой они не играбельные а так принципе вся ветка замечательная рекомендую ее прокачивать пока ее не понерфили и вот здесь всплывает еще один корень зла я начал качать еще и британскую ветку поскольку там десятка просто мне очень сильно нравится на очень сильно имбовая перриапанная я начал ее качать и пока я качал всего лишь две недели я вот на этом новом аккаунте побыл в игре и уже эта ветка которая начал качать ее понерфили и какое же это разочарование когда у тебя новый аккаунт у тебя на нем ничего особо там сверх лишнего нет хотя навалили плюшек нормально так но я потратил много времени на прокачку этих всех веток а она все дается с трудом еще и часто вниз списка кидает если не дай бог не в то время и и прям вот у меня на глазах буквально вот чуть-чуть аккаунта он только родился и уже чуть ли не первая ветка которую я его выбрал у нее два танка уже понерфили семерка который я качал она просто была типа топ на седьмом левеле ее просто уничтожили там пушка овощение играбельная слава богу я ее прям в последние дни успел докачать до восьмого уровня оставил чтобы в следующем патче скатать боёк и посмотреть на что она похожа и она просто умерла эта семерка прямо у меня на глазах слава богу я ее успел пройти так и танк которому я иду на десятом уровне его уже поднерфили он конечно до сих пор хороший но уже не прям такой не то что было а аккаунту всего лишь две недели и я уже вступил в шашку вот допустим на моем основном аккаунте под 100 тысяч боев все ветки в игре прокачены почти все что можно в игре получить получено танки там всякие акционные за лбз за глобальную карту я вообще не знаю просто все таки которые можно получить все получено все есть все стоит и даже если чего-то нету есть пресс аккаунт я поиграл на всем что есть в игре переиграл вдоль и поперек у меня вообще нет потребности на своем основном аккаунте ни в чем если какой-то танк нерфят я на нем перестаю играть если какой-то танк а поэт и он становится топовым я просто сажусь на него и кайфую у меня много ресурсов заряжаем новые лды я все просто в рандоме изничтожаю и не напрягаешь выбираю время нужное когда можно поиграть сервер поприятнее и просто начали на расслабоне с кайфом набиваю высокий результат то есть мало того что я знаю какие серваки выбирать в какое время я слежу за актуальностью имбовых танков у меня есть огромное количество ресурсов практически бесконечное на аккаунте так еще у меня есть какой-никакой скилл и опыт в игре и все вот эти вот параметры дают мне возможность тупо нагибать причем часть из этих вот всех вещей они на мой взгляд вообще не про скилл это не совсем нормально нельзя просто зайти в игру и выбрать любую ветку и ты типа будешь себя чувствовать комфортно нет нифига нельзя просто выбрать любой сервак и просто на нем играть нельзя зайти в любое время и просто играть с таким же кайфом как и в любое другое время и вот эти все вещи на мой взгляд они не нормальные и это не хорошо когда игра заставляет тебя подстраиваться и вообще там свой график жизни перестраивать чтобы в игрушечку поиграть это же бред и касаемо баланса танков сколько людей везде жаловалась и возможно даже уходила из игры они начинают качать ветку и и нерфят они не докачали и время потрачено ресурсы потрачены кто-то может прям аккаунт покупал под прокачку ветки а ветка превратилась в тыкву это что же не нормально это ну реально плохо и ладно об этом баланс был бы какой-то мягкий но баланс абсолютно не мягкий очень часто бывает баланс из-за грязи в князи и наоборот танк был на самом дне становится топ-1 или танк был топ-1 его там по три по четыре раза подряд нерфят пока он не упадет в самое днище бывают конечно и мягкий ребаланс вот как супер коня там под нерфили чуть-чуть или концепта 5 чуть-чуть потрогали что-то там циферки изменились глобально ничего не изменилось бывает и такое но не всегда вот допустим британская семерка в этой же ветке концепта 5 пушку просто уничтожили до статистика у него по-прежнему высокой падает не слишком сильно но на новом аккаунте где нету сверх ресурсов и избыточных там каких-то оборудований разноцветных и перков там много у такое ухудшение точности приводит к тому что мы попадаем только когда повезет там и сведения по нерфили и точность так у танка и свои минусы были до этого орудия плохо опускается танк бумажный хотелось бы чтобы если и идет какой-то ребаланс чтобы он был мягенький чтобы танчики трогали по чуть-чуть а не так что просто там ты качаешься к нормальному танку он может стать ненормальным это плохо следующий момент это full голда многие говорились и часто говорят это возможность любому зарядить голду так то она так но вы создаете новый аккаунт и даже вот сейчас когда много резервов всяких там ресурсов прям дней и танки премиумные в аренду дают и оборудование какое-то там за серебро вам тоже обычное дают много всего везде дают но когда вы ветки начинаете прокачивать каждый следующий танчик все дороже и десятка 6 лямов стоит и буквально одну ветку ты прокачаешь и все это серебро оно исчезнет а вам еще и на голде окажутся надо играть это я столько нафармил я голдой почти не стрелял на новом аккаунте очень тяжело стрелять голдой еще и много чтобы соперничать со старичками у которых ресурсов полным-полно в итоге получается что во что попадает новичок в игру где старички на фулал где с ними тяжело соперничать в игру где пока ты покачаешь ветку часто кидает вниз списка особенно если играешь не в то время и даже если ты играешь в нужное время все равно в топ тебя кидает не часто просто реже кидает в самый низ то есть мало того что ты играешь на стоковых танчиках когда качаешься на новом аккаунте мало того что у тебя нет возможности стрелять много лдой не факт что у тебя на новички есть сразу прям сходу откуда-то скилл большой это еще умея играть это все показывал получал проходил а реальный новичок что он будет показывать сейчас я в основном открывая новичка у них там дай бог процент побед 43 44 а что они должны показывать вот они играют часто внизу списка их убивает всех голдой и по сути вот новичком быть крайне тяжело особенно если ты еще и не знаешь всех этих вещей которые я перечислил это же вообще жуть так еще и на низких уровнях им play суд этими скорострельными пушками но это совсем не то низкий уровне мне кажется надо перерабатывать полностью и я предположил в какую сторону но разработчики на ответах разработчиков сказали что не хотят особо заниматься низкими уровнями это не дословно это примерно но примерно по смыслу они так и сказали из последнего что они сделали это на низких уровнях сделали мало карт из-за чего тоже на низких уровнях играть неохота туда запихнули все самые душные карты которые есть в игре с верхних уровней сняли их и засунули вниз вот на низких уровнях они почему-то стали классными что ли они всех старичков бисели поэтому их убрали на низ чтобы новички играли что в дурацкие неадекватные скорострельные пушечки на низких лавалах на самых конченных картах в игре в балансировщик где ты всегда внизу списка и арта сверху тебя поливают без перезарядки так еще и старички тебя голдой в силуэт фаршируют вдоль и поперек замечательная игра для новичков то есть в плане наград 10 из 10 в плане игры как она относится к новичкам во всех игровых механиках это что-то наоборот что-то противоположное что-то в районе 0 из 10 в общем и целом очень тяжело быть новичком в боях и очень хорошо быть новичком когда ты в ангаре и тебя засыпают различными плюшками наградами примерно так и очень сильно выросли награды именно донатные прямо какой-то необходимости что-то покупать ее первый месяц вообще нет тебе и прям дни дают и прям танки и ресурсы и а зачем тебе что-то покупать в этом плане все отлично ну а за месяц ты видимо должен сам стать на ноги что-то получить вот допустим как я прям танк слабый за марафон получил видимо мне с ним дальше жить но при этом ради на нем не хочу вообще но новичок который получит этот танк во первых ему тяжело будет проходиться марафон явно у него скилла будет не сильно много если он только впервые знакомиться с игрой так еще и танчик во первых откуда он узнает что танчик не очень только если будет искать информацию в интернете и даже если он это узнает что ему с этим делать другого танка у него нет это вопрос к балансу танков где он там находится вот леста у нас уже какой вот балансе танки и чё баланс танка улучшился я думаю это риторический вопрос но и следующий вопрос на который можно ответить только если продолжить играть на этом аккаунте новичка всю оставшуюся жизнь смогу ли я дальше играть на нем без доната когда пройдет этот месяц и прям дни закончится смогу ли я еще где-то там наградки получать пополнять эти прям дни без доната чтобы выкачивать веточки ставить имбовые танки себе ванар чтобы не было такого что какую-то ветку по нерфили мнением не на чем играть на этот вопрос уже тяжелее ответить поскольку на этом аккаунте дальше играть уже как-то не сильно хочется когда у меня есть под рукой мой основной аккаунт где все есть и по сути эти две недели что я провел на новом аккаунте это было в разы тяжелее и сложнее чем на аккаунте на моем где все есть но это и так очевидно но раньше создавая новый аккаунт и половины не было от того что дают сейчас но в любом случае очень сложно конкурировать с теми кто есть в игре поскольку они часто играют на актуальных танках еще и на фулл голде а ты там на каком-то стоковом ведре пытайся что-то прокачать это реально двойная какая-то сложность и рассказы о том что любой может зарядить голду да может зарядить голду только потом за что новичок будет танки покупать или оборудование видимо ему надо будет фармить серебро а на чем на танки которые получил за марафон но видимо да то есть единственный вариант для новичка это каким-то способом получить прям танк на нем фарме для того чтобы заряжать голду и конкурировать со старичками и выкачивать потихоньку покупать танки в ветках то есть в любом случае выжить без прим танка 8 уровня будет нереально его надо будет либо купить либо получить где-нибудь в марафоне или в каком-нибудь режим чеки как допустим натиск где дают арендные танки тоже можно покататься даже на новом аккаунте то есть в любом случае варианты есть и все вот эти трудности их можно обойти просто придется много фармить на каком-то танки которые вы как-то должны получить премиум должна быть рабочая лошадка без нее аккаунт не выживет и конкурировать вы не сможете играбельно ли это в целом да как это поймет новичок ну наверное если он сильно захочет информацию в интернете найти сможет но некоторые вещи в игре ты никак не поймешь либо тебе надо в ней прожить лет десять либо как-то что-то искать в интернете чтоб понять на мой взгляд сейчас очень хороший вариант создавать новый аккаунт играть или быть новичком в плане ресурсов плане играбельности балансировщика баланса веток танков в плане фулл голды здесь возникают трудности которые можно обойти если есть рабочая лошадка премиум на где можно выкачивать выфармливать кучу ресурс но пока мы фармим на прям танки у нас идут прям дни за который хотелось бы ветки прокачивать пока мы прожимаем x3 поскольку не донатя эти прям дни рано или поздно закончится скорее всего а без прям аккаунта прям танки фармят но очень слабо что еще замедлит наш процесс и развитие в игре но все же это будет возможно в общем как то так возможности есть но подводных камней очень много я наверное высказал все свои мысли которые у меня были попытался их как-то раскрыть насколько смог можете написать свое мнение в комментариях на мой взгляд плюсов больше чем минусов но работать еще и работать но с некоторыми вещами допустим разработчики не хотят работать как они сами сказали это низкие уровни на этом у меня все с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока подписывайтесь на мой канал